С самого детства она рисовала себе одну картину. Ипподром, зрители и она, верхом на коне, под аплодисменты и возгласы восхищения. Елена Калинина знала, ее мечта обязательно сбудется. Но не могла предугадать, какой ценой. Она зацепила меня копытом, я потеряла сознание и не помню. В принципе, когда земли коснулась, я не помню, я так предполагаю, как она все была. Разможение было тканью довольно большое, и, судя по всему, еще были повреждения черепа и мозга. Изуродованное лицо. 13 операций. И в итоге никаких результатов. Вместо блестящей спортивной карьеры она вынуждена была убирать конюшни. И когда не осталось надежды, неожиданно пришла помощь. Мы начали работать над ее образом, над ее имиджем. Ею занялись стилисты приглашенные. Это началась такая большая, серьезная работа по производству звезды. Московский врач вернул девушке лицо. А вскоре не только в России, во всем мире прозвучало имя русской наездницы Елены Калининой. Она давно поставила крест на личной жизни. Но вместе со славой пришла любовь. Перед спортсменкой стоял выбор. Остаться в спорте и взойти на Олимпийский пьедестал или выйти замуж и обрести женское счастье. Жить, играть и побеждать ради любви. Она толкает на подвиги и ведет на пьедестал. С этой дистанции легко сойти, потому что дисквалифицировать участника такой гонки могут в любой момент. Но люди, которым удалось ее пройти, в прямом смысле творят историю. Ведь истории без героев не бывает. Русская амазонка. В погоне за мечтой. На гриме перед интервью эта стройная эффектная женщина невольно прячет лицо от камеры и старается не смотреть на себя в зеркало. Прошло уже 15 лет, а она до сих пор не может привыкнуть к своей внешности. Только верхом на коне Елена Калинина чувствует себя настоящей королевой. И знает, ей нет равных. Откуда эта страсть к лошадям у городской девчонки? Елена вспоминает, что мечтать о собственном коне начала, когда ей не исполнилось еще и трех лет. Отец работал, на заводе дали комнату, можно сказать. Мама зашла и сразу говорит, ага, сюда я поставлю мебель, там то, то, то. Первая моя фраза была, мама, такая большая, можно и лошадь купить. Куда она говорит, мы ее ставить будем? Я задумалась. Ходила долго, думала до вечера. Я очень говорю, все просто, мы ее поставим в окно, на подоконнике. Мы ее будем кормить, а в туалет она будет ходить на улицу. Мечты ребенка родители не воспринимали всерьез. И в шесть лет энергичную девочку записали в секцию художественной гимнастики. Калинина делала успехи и к 13 годам стала кандидатом в мастера спорта. Но однажды поняла, что обманывает саму себя. Я в один день гимнастику бросила. Даже, как сейчас помню, это было 1 апреля. 1 апреля. И, ну, правда, маму обманывала, конечно, не очень хорошо. Говорила, что я хожу. Но я не ходила уже на гимнастику. Я все болела лошадьми. Вот мне лошади, лошади, лошади. Она сама отыскала ипподром в родном Ростове. Узнала об условиях приема в секцию. Составила заявление. Пришла и сказала, вот заявление, подпишите, пожалуйста, родители. Эта твердость и умение принимать бескомпромиссные решения принесут ей удачу и станут причиной роковой ошибки. Елену Калинину называли амазонкой не только за умение найти общий язык с лошадью, но и за невероятно красивую осанку. Как будто я всю жизнь на ней ездила. Может быть, в прошлой жизни ездила, не знаю. Ну, как-то вот было легко и просто. Я где-то на подсознании, в подсознании знала, что мне делать. Зачем мне это нужно и как это нужно сделать. Она работала с такими лошадьми, с которыми никто не стал работать. И сделала из них лошадей, как сказать, конкурентоспособные. Родителей эта страсть настораживала. Я ей говорила, Герем, в твоем возрасте от девушек пахнет французскими духами, а от тебя конюшней. Ну, какой мальчик на тебя обратит внимание? Мама была не права. На ее дочь-красавицу заглядывались. Прекрасная осанка, высокие скулы, густые волосы и огромные глаза. Вот, девочка. Славная была. Падение и травмы в конном спорте – обычное дело. Лена могла соскочить с лошади на полном ходу. И знала, сильное животное не взбрыгнет. Но беда всегда приходит там, где ее не ждешь. Калинина до сих пор помнит в подробностях тот день – 28-й директор. В этот день тоже не хотела я садиться на полушку. Не хотела. Мы обычно до обеда работали там одни хлошади, а это была лошадка молодая, свежезаезженная. То есть она еще совсем очень тяжело там, ну, я вообще понимала действия. Вот, и до обеда отработали. И вот после обеда – вот не хочу садиться. Вот прям чувство души кричит, вот душа кричит – не надо. Тренер только посмеялся. Чего раскисла, Калинина? Нужно работать. Впереди соревнования. Села, чуть-чуть поездила, и вот так сложилось. Но это тоже случай. Это просто, наверное, судьба. На манеже все произошло неожиданно. Лошадь резко встала на дыбы, выбросив Елену из седла. А затем ударила копытом. Прямо лицом. Вообще-то она должна была умереть. Такой, как ей наступил лошадь, она должна была умереть. Тяжелая черепно-мозговая травма. Поломанные лицевые кости и раздробленный нос. Если бы удар пришелся чуть выше, Елену бы не спасли. Чудом она осталась жива. Но это чудо обернулось проклятием, когда Елена впервые увидела свое лицо после операции. Я помню, что мне было очень горячо по лицу, прям очень сильно. Я одну свою фразу – это «дайте мне зеркало». Вот «дайте мне зеркало», а дальше уже не помню. Это было похоже на минутное помешательство. Елена не осознавала происходящее. Я успокаивала себя, ну что, мы боксерам тоже насы ломают, это же ничего страшного. Но то, что она увидела в зеркале, повергло девушку в шок. Ее некогда красивое лицо превратилось в маску из фильма ужасов. Мне, в принципе, форму глаза не лошадь испортила. Мне врачи, когда у меня была рваная рана лица, и мне просто врачи неправильно зашили. Они мне притянули века к щеке, можно так сказать. И поэтому вот это еще очень много правили. Не буду находить тех подходящих слов, потому что я же говорю… Звонок в дверь, я открываю, Лена стоит. Совершенно другой имидж. Полица закрыта челкой. Какая симпатичная девчонка была. Все, и тут, ну, пол лица нету. Глаз зашили так, что перевернули его. Глаз не так был, а вот так. Ну, начались потом операции. Тот период Лена называет своими личными кругами ада. Каждые полгода девушка ложилась на новую операцию. Всего их было 13. Каждый раз надеешься на лучшее, надеешься, что сейчас поправится. Но хирурги, как ни старались, не могли вернуть ей лицо. Врач сказала, я сделал все, что мог, я вытащила. У нее началось отторжение. Он вытащил все ей. Она как с чего начали, к тому и пришли. И вот последняя, 13-я операция была, когда был действительно срыв, потому что не жить не хотела. И, ну, было очень тяжело в плане, вот именно взять себя в руки. Вот, взять себя в руки и хотела покончить с собой. Вот. Девушка просила маму завесить дома все зеркала. Она не могла видеть свое отражение. Ужасно. Это очень больно, неприятно. И самое что, неприятно, что выхода нет. Выхода нет, и ты не знаешь дальше, куда двигаться. Как и каждая девушка, Лена мечтала о любви. Но теперь она понимала, такая травма – это приговор на одиночество. Калинина еще не знала, что вскоре в ее жизни появится мужчина, ради которого она перечеркнет все свои достижения, оставит дом, покинет страну и, главное, предаст свою детскую мечту. Через несколько лет ее путь к Олимпийскому пьедесталу оборвется из-за любви. На конезаводе вместо денежной компенсации Калининой выдали хорошую лошадь. Это была мечта всей ее жизни – собственный конь. Но выступать с таким лицом – об этом не могло быть и речи. И Елена приняла решение. Мы вычитали в газете, что в Москве за 10 тысяч долларов можно сделать пластическую операцию. Ну и объявление продается конь. Русская амазонка. В погоне за мечтой. Вита Козлова – известный меценат и владелица лучшего конного клуба Москвы. В конце 90-х именно эта женщина первой стала развивать конный спорт в России. В 2000-х в ее конюшне уже насчитывалось несколько перспективных лошадей и ни одного хорошего наездника. Талантливого всадника найти непросто. Это всегда большая удача для спортивного менеджера. Работа еще та. Нужно поискать, иногда разглядеть. Не всегда это лежит на поверхности. Ну, собственно, такая серьезная профессиональная задача. Козлова вспоминает, как увидела объявление о продаже коня в Ростове. Животное приглянулось, Вита решила – надо ехать. Акцент моего внимания был направлен на то, как работает под ее седлом жеребец по кличке Балет, которого она сама готовила. И, наблюдая за тем, как работает Лена с лошадью, я увидела, что у нее есть чутье. Лена в обычной одежде. Спортивные штаны и кофта. Длинная челка. Прятала свое лицо от ухоженной красавицы Вита. Но та опытным взглядом разглядела того, кого искала так долго. Талантливую всадницу. Настоящую Амазойку. Предложила мне приехать в Москву. Но я сначала, конечно, очень стеснялась всего этого. И сказала, что подумаю. Та вроде не хотела. Мама, я с таким, ну все. То есть комплекс стал работать. Здесь, мол, привыкли все ко мне, а там, я говорю, вернуться всегда успеешь. Так и получилось, что она уехала без возврата. Из провинциального Ростова Лена попала в столичную сказку. Вита не жалела денег на свою воспитанницу. Она предоставила девушке квартиру, личный автомобиль и оплатила пластическую операцию у известного московского хирурга. Здравствуйте, Александр Иванович. Сейчас вас примет. Подождите. Александр Неробеев рассказывает, операция длилась почти 20 часов. Хирург по кусочкам восстанавливал лицевые кости, исправлял ошибки своих коллег. Подводишь, когда к зеркалу пациента. Многие боятся подойти к зеркалу. Но я же не подвожу к зеркалу, я не уверен. Но когда пациент подходит и видит себя, плакать начинает, бросается на шею. В общем, конечно, шоковые бывают, позитивные реакции. Елене вернули лицо. И она, наконец, смогла выступать. И не просто выступать. Она побеждала. Победа в Кубке Президента. Участие в чемпионатах Европы и мира. Множество других международных соревнований. Елена заявила на весь мир, что с российскими наездниками тоже нужно считаться. Русская калинка. Так называли ее зарубежные комментаторы. Этот кубок Елены Калининой принадлежит. Ей шил костюмы сам Юдашкин. Для ее выступлений покупали элитных скакунов. Я сидела, я смотрела и думала, что вот так выигрывают Олимпийские игры. Вот если вот так она проедет на соревнованиях, это будет, безусловно, золотая медаль. В это трудно поверить. Но если бы не чудовищная травма, то Лена, скорее всего, никогда бы не увидела этих кубков. Начался их дебют, когда Елена была 188-м номером мирового рейтинга. Ну, в общем, практически звали ее никак. Ее результаты, благодаря усилиям огромной команды специалистов, они действительно поражали воображение по той стремительности, как она ворвалась вот в эту элиту мирового конного спорта из ниоткуда, собственно говоря. Вскоре перспективную спортсменку пригласили на тренировки в Германию. Мне нужна была десятка мирового рейтинга. А мы были рядом, в одном шаге. То, что случилось дальше, стало шоком для многих. Неожиданно Елена Калинина разорвала контракт с московским клубом и решила не возвращаться на родину. Как раз эти медные трубы она и не прошла. Она приняла огромную командную работу за результат какого-то абсолютно собственного таланта. В общем, в какой-то момент ли она очень сильно заблудилась. У меня тоже есть стихи по этому поводу. Кто вас создал, забыли рано. Теперь вы ищете заморского спеца. Вас отвечает от без носа глобарана лишь только то, что вы овца. Она приехала оттуда, пальцы расставлены. Кто тебе делал? Что же случилось с русской калинкой? Почему те, кто когда-то помог ростовской девочке без лица стать звездой, сейчас даже не хотят слышать имя Елены Калининой? Сама Лена объясняет, да, она потеряла голову, но это не звездная болезнь. Русская амазонка влюбилась. Я встретила свою любовь там, и поэтому мне вот нужно было туда. Хотя планировалось, значит, Вита планировала просто туда приезжать, уезжать, а я так уже не могла делать, потому что мне просто кровь из носа нужна была туда и любовь. На этой фотографии счастливая Лена со своим Александром. Он гражданин Германии, но по отцу русский. Молодой человек первым подошел к ней знакомиться. Калинина давно поставила крест на личной жизни. Разве мужчина может полюбить ее с таким лицом? Но Александр не сводил с нее восхищенного взгляда. И все вот так закрутилось, закрутилось очень быстро. Почему? Я говорю, в принципе, мы познакомились. В 2006 году, вот буквально за эти два месяца, пока еще там была, я понимала, что я уезжать не хочу, мне нужно там быть. Я говорю, Лена, я тебя не пойму. Ты только стала добиваться успехов, мировое признание у тебя. А ты как-то так, мама, мне надо, полюбила я человека, я не могу, я хочу туда. Возможно, моя ошибка, то, что я не объяснила, почему мне туда нужно, почему я так решила, просто категорично сказала, что я ухожу. Вита Козлова до сих пор не понимает, как можно было просто перечеркнуть все свои достижения. Лена уехала, бросив лошадей, клуб, не обращая внимания на претензии спонсоров. Мне сложно это комментировать, потому что до сих пор для меня это загадка. Как это было вообще возможно, так испортить свою спортивную карьеру, таким трудом созданную, благодаря усилиям стольких людей. Любовь – это такое чувство, которое передать невозможно, его рассказать о нем невозможно. Просто это изнутри, это вот изнутри прям вот нужно туда. Этот человек, он единственный, и больше никто не нужен. И это все настолько было, все прям вот огонь, 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 огонь. Лена переехала к мужу в Германию. Друзья говорили, идеальная пара. У меня и фотографии здесь есть, вот они приезжали в Ростов, сейчас я даже покажу. В Ростове. Но сейчас Елена Калинина признается, ее брак был самой большой ошибкой. Я, получается, была 16-го в мировом рейтинге в тот момент, и были все шансы как раз на Олимпиаду попасть. Ну вот я предпочла любовь вместо Олимпиады. На сегодняшний день я пойму, что это глупость. Это просто глупость, и отмотать бы назад, я, может быть, так не поступила. Да не может быть, я бы так не поступила. Сегодня я где-то ж сожалею. Что же случилось с ее безумной любовью? Сама Елена вспоминает. Первые несколько лет в ее семейной жизни царила идея. Александр буквально осыпал жену цветами. Ходил с ней на ипподром в Штутгарте, где они жили. Старался показать, что ему не безразличны ее увлечения. Любили, допустим, ходить по лесу гулять вместе. И, допустим, поехать на собачью выставку. Вот именно как-то семейно было. Те же гости. Ходи поужинать. Мужские все вот эти ухаживания. Я не могу это объяснить. Это как-то вот чувственно все было. Душевно. Они прожили вместе три года, когда Лена стала замечать, что муж к ней охладел. В семье начались скандалы. Теперь Александру не нравилось то, что Лена с утра до ночи пропадает в конюшне. Как есть алкоголики, я трудоголик. Для меня работа всегда была на первом месте. Всегда. А потом уже семья. Потом уже как это все выяснилось. Вначале вроде это принималось, все это воспринималось нормально. А потом начались скандалы, ссоры. То-то не так, то это не так. Вот. И я просто поняла, что отдалились мы. Уже все не то. Нет этого понимания. Бескомпромиссная Калинина и на этот раз поступила решительно. Собрала вещи и ушла. Я вообще человек по натуре своей, что я не рассусоливаю. Я считаю, что это неправильно и это не нужно. Это зачем тратить время? Жизненное время не очень мало. Привет, Михаил. Это мое сокровище. Да мой хороший. В 2013-м ей исполнилось 40 лет. И у нее ничего не было. Ни славы, ни карьеры, ни мужа. Она вернулась в Россию не звездой, ни русской калинкой, а никому не известной Еленой Калининой. Сейчас бывшая чемпионка Елена Калинина работает тренером в подмосковной школе верховой езды. Лошадь – это моя жизнь. Это мои дети. Это мои, как говорится, животные. Это моя любовь. Это все, получается, вот в работе, в лошадях – это душа, это чувство. Иди плечом внутрь. Плечом внутрь. Хорошо. Давай на другую сторону. Елена практически живет на конюшне. Вот. Вот это другое дело. Готовит лошадей для своих учеников. Но, как и в детстве, она мечтает о собственном коне, на котором под аплодисменты зрителей она выйдет на Олимпийский ипподром. Моя мечта – да, попасть на Олимпиаду. И, конечно, многие годы работы, тренировок, всего, столько души, сил и эмоций вложено. И, конечно, хотелось бы, чтобы мечта осуществилась. И чтобы обязательно ее полюбил молодой человек какой-нибудь. Это ей даст силы на новые успехи, победы. Это тоже много значит. Я даже не задумывалась о том, какой должен быть мужчина в моей жизни. Это на все воля Божья. Ее путь к цели нельзя назвать прямым. Елена Калинина верит, что в мире снова зазвучит имя русской Амазонки. Ее имя.